Друзья, всем большой привет! Сегодня я хочу представить вашему вниманию новую модель от издательства Eagle Moss в масштабе 1 к 8. Самый известный автомобиль Джеймса Бонда – Aston Martin DB5. Модель этого автомобиля впервые была выпущена 8 или 9 лет назад, и если мне не изменяет память, она является чуть ли не самой первой сборной моделью автомобиля, выпущенной в формате журнальной серии. Модель оказалась настолько популярной, что издательство спустя столько лет решило перевыпустить ее к выходу на большие экраны очередного 25-го фильма Бондианы «Не время умирать». Итак, в первой посылке мы получили два первых выпуска. Кстати, хочется отметить, что в этой коллекции всего 86 выпусков. Из них 85 посвящены самой сборке, а с последней мы получим чехол для защиты модели от пыли. В первом выпуске сборки никакой нет, он скорее ознакомительный, поэтому давайте посмотрим на информационные материалы. В первом идет буклет, в котором напечатаны фотографии модели в масштабе 1 к 1. На развороте мы видим профиль модели с указанием характеристик и основных функций. Длина модели составит около 57 см, а вес 8,5 кг. А на обратной стороне мы видим виды спереди и сзади с указанием ширины модели, которая составит около 20 см. Дальше. Журнал. Также, как и у DeLorean, комплекты деталей будет сопровождать один объединенный журнал, а не отдельный на каждый выпуск. В нем мы видим комплектацию первых двух выпусков, подробное описание функций на общих видах модели. Описание функций на увеличенных фотографиях отдельных узлов. Тут мы можем видеть выдвигающийся бронированный экран, катапультирующееся пассажирское кресло, сменные номерные знаки, выдвигающиеся клыки-бампер и еще куча всяких шпионских прибамбасов. Реалистичный двигатель и салон, подсветка приборной панели и многое другое. Далее идет подробная пошаговая инструкция по сборке. Ну и, конечно же, информация о самих фильмах. Афиши и постеры. Фотографии актеров, которые исполняли роль Джеймса Бонда в разные годы. И в заключении анонс следующей посылки. В ней нас будут ждать объединенный журнал для выпусков с 3 по 6, крышка капота, первое колесо, детали двигателя и салона. А на обороте журнала мы снова видим содержимое этой посылки. В заключении давайте посмотрим на детали из первого выпуска. Здесь нас ждут хромированная решетка радиатора, сквозная, выполнена из пластика. Дальше, два хромированных шильдика с логотипом Астон Мартин. Надпись очень мелкая, но несмотря на это хорошо читаемая. Кстати, шильдики металлические. Ну и бронированный экран. Тоже сделан из металла. Косяков по покраске у себя я не обнаружил. Такой вот первый выпуск. Все кто заинтересовался сборкой модели сейчас могут перейти на сайт, где можно подробно ознакомиться с условиями подписки на коллекцию. Ссылку на сайт я оставлю в описании. А на этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за внимание. Увидимся в сборке второго выпуска. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...